Маткульт, привет! Друзья мои, продолжаем нашу рубрику задачи спецматематики в классе 6, математическом классе школы 444. Так, сегодня у нас будет тематическая рубрика, которая называется предельные конструкции. Я даже не буду объяснять, что это означает, потому что это будет ясно из примеров. Ну и на самом деле еще зацепим неравенство в задачах. Неравенство в задачах и предельные конструкции очень близки друг к другу по смыслу, и там и там на самом деле речь идет о неравенствах. Ну и может быть мы одну какую-нибудь задачку возьмем из неравенства в задачах, а в основном это будут предельные конструкции. Так, ну что, для разминочки в каждой клетке таблицы 4 на 5. Нарисую, нарисую. Раз, два, три, четыре, пять. О, отлично. Нарисую, написано целое число, причем числа в двух соседних, по стороне клетках, в соседних клетках, так или так, отличаются ровно на один. В таблице встречаются числа 2 и 9 ровно по одному разу. Сколько раз встречается число 5? Так, ну вот, мне кажется, что здесь условия, я вот сейчас его прочел, да, мне кажется, что есть лишние условия. Не нужно писать, что 2 и 9 встречаются ровно по одному разу. А, нет, нужно. Или не нужно. Не, не нужно. Не нужно. Дело в том, что если двойка встречается где бы то ни было, кроме угла... Ой, я не сказал, нажмите на паузу и решайте. Но она очень простая, это для разминки задачи, так что не важно. Так вот, если двойка встречается где бы то ни было, кроме угла, то даже в самом далеком случае, да, в самом... Мы можем, вот если мы... Мы должны менять только на один ее, да? Мы хотим добраться до числа 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Видите? Любой путь... Любой... Значит, от двойки тогда до любой клетки существует путь менее чем вот 7 таких этих самых изгибчиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть изгибчиков. И, соответственно, дальше восьмерки уже никак не уйдем. Поэтому двое, если им дано, что двойка и девятка встречаются, то они могут встречаться только в противоположных концах. Только один вариант, чтобы вместе с двойкой встречалась девятка. Это здесь двойка, здесь девятка. И если так, то уже нигде больше ни двойка, ни девятка быть не могут. Потому что, ну, могло бы быть еще здесь двойка, а здесь девятка. Но тогда от этой двойки до этой девятки слишком короткий путь был бы. Поэтому лишние условия, да, можно просто было написать. Таблицы встречаются двойка и девятка. Вопрос, сколько в этой таблице встречается число 5. Отлично. Таблица встречается двойка и девятка, сколько раз встречается число 5. Но здесь я хочу отметить, что любая дорога от двойки к девятке должна проходить так. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Потому что только в этой предельной конструкции мы достигнем числа 9. Как только мы пойдем где-нибудь вниз, а не вверх, числа отличаются на единицу, да? На единицу, кстати, или не более, чем на единицу? Ровно на единицу. Тоже, мне кажется, можно считать, что не более, чем на единицу. И все равно все будет правильно. Так вот, значит, если мы где-то идем вниз, мы уже до девятки тоже не доберемся. Единственный способ добраться до девятки, это на любом пути от двойки к девятке, таких путей полно. Но на любом из них должны строго по возрастанию идти каждый раз следующие числа. То есть здесь, здесь должны быть тройки. Тут, тут и тут должны быть обязательно четверки. Тут, тут и тут пятерки. Здесь везде обязательно шестерки. Здесь семерки, здесь восьмерки, здесь девятка. То есть это единственный вариант, когда в таблице есть два и девять. Ну и ясно, что в этом случае у нас пятерок четыре. Вот мы дали ответ и решили первую очень простую задачу. Так. Мне нравится третья. Вторую и четвертую мы пропустим здесь. Мы разберем третью. Имеется 19 гирек весом 1 грамм, 2 грамма, 3 грамма, 19 грамм. Гирьки. Я рисую монеты, но не важно. Что говорят, что пишут? Девять из них железные, девять бронзовые. Одна золотая. Девять штук железа. Девять штук бронза. Бронза это не элемент таблицы Менделеева, поэтому я ее не пишу химическим языком. И одна золотая. Так, заодно с химией познакомитесь. Известно, что общий вес всех железных гирек на 90 грамм больше, чем общий вес бронзовых. Найдите вес золотой гирки. Вес всех железных на 90 грамм больше веса всех бронзовых. Ну и тут вот как бы надо понимать, что если в листочке с названием предельной конструкции используется такая постановка, то понятно, что, видимо, только в каком-то совершенно экстремальном предельном варианте у нас будет такое огромное отличие по весу на 90 грамм. Ну и действительно, если вот мы угадаем, что только в самом экстремальном случае отличие 90 грамм, а в остальных будет очевидно отличие меньше, то это будет единственный правильный ответ и все. То есть это как бы такие задачи, типа задача на Мекину, да, поймать. Воробьян, Мекину, ну или как, нет, я даже не знаю, на, на, как мой папа говорит, да, поймать. Забыл, короче, как папа говорит. Ну, в общем, смотрите, если мы возьмем последние 9, да, 11, 12 и так далее, 19 по весу, вот эти вот 9 по весу отличаются от вот этих по весу, очевидно, ровно на 90 грамм, потому что каждый отличается на 10, их 9 штук. И очевидно, что если хоть как-то по-другому устроена жизнь, то есть если железный это не эта девятка и бронзовый не эта девятка, хоть где-то будет какая-то другая монета, другая гирька, и здесь хоть где-то другая гирька, или хотя бы в одном случае какая-то другая гирька, то отличие в суммарном весе будет уже меньше, чем на 90. Поэтому в самом предельном случае отличие на 90, значит, ровно этот предельный случай реализуется. Между прочим, один раз у нас уже было это, когда у царя был помощник, ювелир, там были монеты весом от 28 до 39 грамм, да, там золотые слитки, и он должен был доказать за два взвешивания чего-то, и вот там вот как бы на предельных этих конструкциях все строилось. Вот, ну, значит, вот эти все железные, а это все бронза. И это единственный вариант. Ну, а ответ, что золотая имеет номер 10, то есть вес 10 грамм. Потому что это единственное, которое здесь и там не используется. Вот, ну, вот такие предельные конструкции. Давайте еще одну задачку разберем. Так, написано, что Света решила все. А, там еще на другой стороне, ну, тоже, короче, почти все решила. Сейчас Света очень хорошо, видимо, тут порешала. Решила почти все. А я решу... Да, прикольная. Маша сказала Саше, что задумала два различных натуральных числа, больше 11. А и Б. Больше 11. Потом она сообщила Саше их сумму. Саша, подумав, сказал. Я не знаю задуманные числа. Саша. Фиг знает. Маша отвечает. Как минимум, одно из них четное. Маша. Существует четное. Саша. Теперь точно знаю. Какие числа задумала Маша. Отличное. Я люблю такие. То есть вам дали некую информацию, да, вот эту. Мы даже ее не знаем, но мы знаем, что после этого Саша не знает, а после того, как Саша узнал, что одно из них четное, Саша стал знать. И мы должны после этого понять, что за числа загаданы, да, какая у них сумма и так далее. Ну, давайте поговорим после того, как вы нажмете на паузу. Давайте поговорим о методе. Какой тут метод? Ну, метод такой. Вначале вот давайте прощупаем. Вот, допустим, 40 сумма. Числа больше 11, но здесь просто огромное количество вариантов, да? 12 плюс 28, 13 плюс 27, 14 плюс 26, тыг-дым, 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 тыг-дым. Очень много вариантов. Или 39. Было бы 12 плюс 27, 13 плюс 26, тыг-дым, 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 тыг-дым. Понятно, что в обоих вот таких больших случаях Саша не будет знать, какие числа загаданы, потому что очень много вариантов. Но теперь внимание. Маша ему сообщает, что одно из чисел четное, и он после этого что-то новое соображает. Смотрите, возможно ли это вот в этих вариантах? Так, если само число сумма была нечетной? Нет. Новая информация не может быть уточняющей для случая, когда сумма нечетна, потому что если сумма нечетна, то как минимум одно из этих чисел будет четным, потому что два нечетных числа в сумме будут четные числа. Поэтому вот это Машина сообщение, что одно из них четное, уточняет информацию только тогда, когда сама сумма была четной. И тогда действительно информация, что одно из них четное, означает, да, что именно вот такой вариант на две четных реализуется, а не такой, что два нечетных. Поэтому мы, еще пока не решив задачу, уже точно знаем, что сумма была четной. Если бы она была нечетной, то новая информация бы ничем не помогла, а раз она помогла, то сумма была четной. Отлично. Теперь, значит, нужно нащупать ситуацию, что, ну вот в этом случае 40, видите, все еще два варианта разных, да? Ну и когда прекратится ситуация, что есть два разных варианта? Давайте посмотрим. Ну вот, скажем, 30, это что такое? Это, значит, 14 плюс 16, 12 плюс 18. И в обоих случаях оба числа больше 11, и в обоих случаях одно из них четное. И поэтому, если сумма равна 30, все еще Саша ничего не может сказать. И даже с учетом этой информации ничего, допустим, вот изначально узнал, что будет варианты какие. Так, 12 плюс 14, то есть 14, 16, 12, 18, 13, 17 и 15, 15, да? Вот, вроде все, да? Все, иначе будет уже не больше 11 эти числа. Ну и Маша ему сообщает, что одно из них четное, остается все равно два варианта. Поэтому 30 все еще не годится. Значит, 28, 26 и 24. Но в случае 24 очевидно, что у нас вообще, Саше, не нужно ничего больше спрашивать. Да, в случае 22 уже быть не может, потому что числа больше 11. Если числа больше 11, а сумма равна 24, то у них единственный вариант быть равными друг другу, равными 12. Как только одно больше 12, другое становится не больше 11. Вот, поэтому здесь тоже не может быть. И вот давайте вот рассмотрим вот этот вариант. Что вот здесь происходит? Какие здесь варианты? 12 плюс 14, 13 плюс 13 и 14 плюс 12. Правильно? И вот тут действительно, как только, как только нам сообщают, что одно из чисел четное, я тогда точно знаю, что одно из них 12, другое 14. Секунда. Все. Маша загадала два различных натуральных числа. Различных натуральных числа. А это означает, что в этом случае Саша бы тоже сразу сказал 12 и 14, потому что 13 и 13 неразличные натуральные числа. Значит, я не прав, и это тоже не может быть. Ну и остается у нас только один. Вариант 28. Давайте проверим, что так и есть. Что происходит в случае с 28? Так как числа различные, то 12 плюс 16, 13 плюс 15, 14 плюс 14 не пишем, потому что числа различные. То есть, зная, что сумма равна 28 и что числа различные, я неправильно прочел в начале задачу, Саша знает, что могут быть два варианта, либо 12 и 16, либо 13 и 15. И ему дополнительно сообщать, что хотя бы одно из них четное, он вычеркивает нечетный вариант и говорит, что тогда я точно знаю, числа равны 12 и 16. Вот. Ну и мы тоже даем ответ, что числа равны 12 и 16. Ну вот, предельные конструкции. То есть, мы спускали вниз до тех пор, пока можно было куда-то спускаться. Итак, давным-давно 9 одинаковых книг стоили 11 рублей с копейками. 9 книг стоили 11 рублей и х копеек. А 13 таких книг стоили 15 рублей с копейками. Сколько стоила одна книга? Все. Утверждается, что этой информации достаточно. Нажимайте на паузу и думайте. Решаем. Я бы решал так. 9 книг стоят между 11 и 12 рублями. Значит, одна книга... Книга, давайте запишем, что стоимость книги равно Т. Она между 12 девятых и 11 девятых рубля. Ну и здесь, на самом деле, меньше или равно, пожалуй. Потому что, может быть, 11 рублей с нулем копеек. Это что же 11 рублей с копейками? А вот здесь строго меньше. Одновременно отсюда мы улавливаем информацию, да, что она строго меньше, чем 16 тринадцатых. И никак не меньше, но никак не меньше, то есть больше или равна, чем 15 тринадцатых. И вот у меня получаются две оценки на стоимость книги. 12 девятых и 11 девятых. Это один интервал из первой задачи, из первого условия. И 15 тринадцатых, 16 тринадцатых. Второй интервал. И вот, ну как бы, если я правильно понимаю, то их вот это пересечение будет малюсеньким совершенно. В этом есть предельность конструкции, да, то есть мы берем жесткие оценки. И здесь жесткие оценки. Вот это гораздо меньше, чем 4 третих, да. 16 тринадцатых, это 16... 4 третих, это 16 двенадцатых. А здесь 16 тринадцатых. То есть это сильно меньше. Вот. И одновременно вот это тоже гораздо меньше. Потому что, если разница между читителем и знаменателем одинаковая здесь и здесь, то чем меньше, соответственно, числитель и знаменателем, тем больше дробь. 3 первых было бы вообще равно 3. 11 девятых меньше, конечно. Но 15 тринадцатых еще меньше. Соответственно, мы видим, что вот эта вот вторая оценка, она вся сдвинута вниз относительно первой. И если, например, пересечения бы не было, то условие было бы некорректным. И ответ был бы, что не бывает такой стоимости книги. Вы ошиблись в условии. Но в данном случае давайте посмотрим, что у нас получается. Это означает, что в случае корректности у нас t на самом деле меньше 16 тринадцатых, но больше или равно 11 девятых. Ну, давайте проверим, что это интервал, на самом деле, вполне реализующийся. 11 на 13 это 143, а 9 на 16 это 144. То есть все-таки это чуть-чуть больше. Ну, вот то, что 143 и 144, понимаете, да, то, что получается, что t между 144 на 9 и 13, ой, меньше строго, и 143 на 9 и 13 подсказывает нам, что в терминах рублей и копеек это будет что-то очень, ну, как сказать, что-то очень определенное, совершенно конкретная величина. То есть до одной сотой здесь 9 и 13 больше 100. То есть это, как бы, у нас интервал этот меньше одной копейки. Поэтому если нам повезет, то здесь будет целое количество копеек какое-то присутствовать. А если не повезет, то, опять же, условие, значит, было некорректным. Ну, и вот надо понять, верно ли, что здесь есть какое-то целое число копеек. Ну, и на самом деле тут ничего, там, ничего умнее, чем поделить, просто и посмотреть не остается. Тут 1, тут 1. 9, 13. 20. 30. 1 рубль. 20 копеек, да? То же самое. 26. 20. Снова здесь будет 2 в периоде уже видно. Так, здесь 2 пошел в период, а здесь 3. 39. 3, 0 даже. Итак, го! Стоимость книги заключена между 1,23, 0, там что-то, и 1,22 в периоде. Единственное значение в целом числе копеек, которые в этом интервале такие все-таки есть, это 1 рубль 23 копейки. Прикольно, правда? Задача прикольная. Ну, достаточно простая, конечно. Но, тем не менее. Неравенство в задачах. Так, неравенство в задачах, значит, где-то мне попалось. Ой, это не неравенство в задачах, это предельная конструкция, что я говорю. Неравенство мы не будем рассматривать, потому что там в основном задачи примерно того же типа. В общем-то, да, вот еще на ту же тему шестая. У продавца есть 12 различных гирь весом 1 килограмм, 2 килограмма и так далее до 12 килограмм. Гири разбиты на 3 группы, по 4 гири в каждой. Известно, что общий вес одной группы равен 41 килограмму, а другой 26 килограмм. Рассмотрим группу, в которой находятся гири весом 9 килограмм. Определись, какие еще гири находятся в этой же группе. Опять, выглядит сложно, но, скорее всего, ничего сложного нет. Давайте быстро ее решим. Так. Да. Да, 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 и это решим тоже. И это решим тоже. А из неравенств мы, наверное, проволка разберем. Но она тоже, да, похожа на предыдущие. Все. Да. Угу. Ну да, 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 из неравенств только одну задачу, разберем проволка. Вот, в общем, сейчас разберем еще три задачки, и я вас отпущу до следующего раза. Так, итак, 12 этих разбито, да? Значит, одна килограмма, два килограмма, 12 килограмм. Есть группа, где 41, и группа, где 26. Нужно найти состав группы, где их, где есть гири весом 9. Ну вот тут, как бы, да, на что намекается? Ставьте на паузу и смотрим. Понятно, что 41 это очень много. Вот что. То есть, 12 плюс 11 плюс 10 плюс 9. Это сколько? Это, это, это 42. Вот сколько это. 42 кг. Смотрите. У нас, если взять 4 самые большие гири, то их вес 42. А у нас известно, что в одной из групп вес 41. Но как можно уменьшить на 1 килограмм эту группу? Только заменив 9 на 8. Потому что, когда я какую-то из этих заменю на меньшую, ну, уже будет на 2 килограмма или больше снижаться. Значит, одну группу мы точно знаем. Это 12, 11, 10 и 8. Так, и вот нам предлагают из того, что какая-то из групп 26 найти состав группы, в которой 9. Ну, хорошо, а? Ну, я наобум, я решаю это сейчас, это в лоб я не решал ее. Давайте 7, 6 и 5 выпишем и посмотрим. Потому что 8 уже в этой группе. Соответственно, максимум, сколько тут может быть, это столько. 9, 7, 6 и 5. 9 плюс, так, ну, 16, 27. Почти. Почти. Значит, смотрите, если взять, к девятке присоединить самое-самое тяжелое, то будет чуть-чуть больше, чем нужно. Вот. А так, а что нам еще дано? Блин, ничего больше не дано. Нам больше ничего не дано. Но, на самом деле, ничего не надо больше давать. У девятки не может... Ничего не надо больше давать, потому что 26 реализуется тоже ровно одним способом. Мы не можем уменьшить эту сумму, заменив 7 или 6. Это сразу будет уменьшение на 2. Поэтому, чтобы получить 26, нужно пятерку заменить на 4. Поэтому мы полностью действительно все восстановили. Это, конечно, удивительно, да, что так мало информации, а можно все восстановить. 12, 11, 10, 8. 9, 7, 6, 4. И последняя группа у нас получилась... 5, 3, 2, 1. Я уж не знаю, зачем продавщица... Да, здесь вес вообще 11. Я не знаю, зачем продавщица так странно разделила гири. Ну, уж раз составителям задач так захотелось, ну, вот так и разделила. Так, еще потренируемся на ту же тему. Кстати, вот эта задача, она в целом, которую я сейчас сформулирую, мы решим. Она вообще хороша, потому что эта идея много где встречается в Олимпиадах. Хотя я ее еще не решал. Ну, как бы вот идею я уже вижу, я ее, наверное, смогу решить быстро. Хотя она последняя, блин. И Света, кстати, ее не решила. Ну, рискнем, да? То есть мне кажется, что я ее сходу решил. Ну, проверим? Проверим, да? Проверим. Так, биолог последовательно рассаживал 150 жуков в 10 банок. Жуков в 10 банок. Вот такой-сякой. В каждую следующую банку... Привет, Женечки Тимоновой. Ну, у меня не так много знакомых биологов. Вот. Всем передаю знакомым биологам привет. Просто сразу пришла в голову Женя, с которой у нас был коллаб однажды. Вот. В каждую следующую банку он сажал жуков больше, чем в предыдущую. Количество жуков в первой банке составляет не менее половины от количества жуков в 10. Сколько жуков в шестой банке? Вот так. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неизвестно, сколько жуков. 7, 8, 9, 10. И в первой не менее половины от последней. Да? Вот тут идея, да, какая? Что, в принципе, конечно, много вариантов рассажать. Тут 1, тут 2, так далее, там, тут 9. Их все еще в сумме очень мало. А в последнюю всех остальных напихать. Но, то, что последний, вот здесь, да, если здесь х, то тут меньше или равно 2х. И это должно нам, должно нас запереть в какие-то жесткие грани, да? Смотрите, тема. Еще раз, что за тема? Тема предельной конструкции. Тема предельной конструкции. Это особый вид тем про неравенство. Следующая вот будет неравенство в задачах. И она, как бы, в каком-то смысле, может быть, даже, ну, более понятна. По логике вещей просто писать неравенство. Но в предельной конструкции тоже мы сейчас будем писать какие-нибудь неравенства. Итак. Итак, вот, допустим, я создал ситуацию, когда в каждой следующей ровно на один больше. В каждой следующей ровно на один больше, чем в предыдущей. И это нам дало ровно один вариант вообще вот этого условия. Вот я, как сказать, предельная конструкция. Я дополняю условия задачи еще одним. Казалось бы, как можно решить задачу, если я ее еще более усложняю, требую еще большего. А вот может оказаться так, что после этого она станет очевидной, и исходная станет от этого тоже очевидной. То есть я попробую строить пример, в котором каждое следующее на единицу больше, чем предыдущее. И при этом в сумме равно 150. Вот это условие даст нам однозначно определенный ответ. Итак, ну если вообще даст какой-нибудь. Если не даст никакой, будем думать, что из этого следует. Значит, итак, вот у меня х, х плюс 1, х плюс так далее, х плюс 9. И х плюс 9, заметим, меньше или равно 2х. То есть х меньше или равно 9. А в этом случае по условию должно быть х меньше или равно 9. Но при этом сумма, на самом деле, должна быть равна 150. А суммируем. 10 банок, 10 банок, 10х, плюс 45, равно 150. Пока не попал, но что-то увидел. Потому что здесь, видите, как получилось очень близко к тому, что х равно... А, сейчас, 10х плюс 45, равно 150. Х равно 10,5. Че? Что, 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 что? Сейчас. А, ну конечно здесь бред написан. Почему меня никто не остановил? То, что никого нету, кроме оператора, но он не готов. Он, конечно, увидел, но... Конечно, х больше равно 9. Ну да, то есть у нас получается, что х равно 10,5. Ну как бы так, как х целая, да? А, то вот нам нужно понять теперь, что из этого следует, да? У нас в первой банке не менее половины от десятой банки. Не менее половины. И сколько жуков в шестой банке? Так. Ну, видно, что, соответственно, у нас... А, в общем, х, ну как бы, х это 9. Ну, если мы подряд, да, будем их размещать, будет либо 9, либо 10. Других вариантов нету. Ну, и в принципе, если не подряд, то... Если даже не подряд, вот если в первой банке 11, то уже не получится даже... Вот, смотрите, если в первой банке 11, то во второй больше или равно 11 плюс 1. В третьей больше или равно 11 плюс 2 и так далее. И вот это вот очень важный прием, да? Что если в каждом следующем больше, чем в предыдущем, то тогда, переименовывая их вот так вот порядочным с меньшего к большему, мы получим, что в каждом следующем не меньше, чем в первом плюс k. Вот, до расстояния до следующего. И тогда, когда мы просуммируем, уже будет 110 плюс 45, то есть 155. Поэтому, в принципе, не может быть, что в первой банке у нас 11 или больше жуков. Это, в принципе, не может быть, как бы мы их дальше не сажали. С другой стороны, если я посажу 8... Да, вот, кстати, красиво. Сейчас мы постепенно, наверное, ее все-таки решим. Значит, если я 8 посажу или меньше, то даже если я буду по одному прибавлять, в конце будет 8 плюс 9, то есть больше, чем дважды 8. И, соответственно, для 7 то же самое. То есть даже если по одному... А если прибавлять больше, чем по одному, то будет больше или равно 8 плюс 9. То есть если количество жуков в первой банке больше 10, то это несовместимо с общим количеством 150. Если меньше 9, то это несовместимо с тем, что в последней банке вдвое больше, чем в первой. Или, скажем так, в первой не менее половины от последней. Потому что если будет 8 или ниже, то в первой будет строго меньше половины от последней. Так как даже если по одной прибавляешь, все равно будет уже более чем в два раза. Итак, мы доказали, вот смотрите, мы доказали, что в первой банке либо 9, либо 10 жуков. Вот что мы доказали. Теперь давайте поймем, что из этого следует, да? Что из этого следует? Значит, так, что же из этого следует и почему? Значит, если первый 9, и это не менее чем половина, это не менее чем половина от десятой. Значит, в десятой уже 19 быть не может. Потому что это будет менее чем половина. Значит, соответственно, если в первый 9, то в последней только 18. Ибо даже если я прибавляю по одному, уже получится 18. И, соответственно, условие, что в первой не менее чем половины от последней, означает, что прибавлял я обязательно по одному. То есть, если в первой банке было 9 жуков, то тогда условие, что в первой не менее половины от последней, а уже точно означает, что в каждой следующей на один больше. Если бы хотя бы раз было на два больше, то уже не получилось бы здесь 18, а было бы как минимум 19, и было бы нарушено условие. Поэтому 9, если 9 первый, то последний 18, но эта сумма просто меньше, чем 150. Ну, потому что 9х плюс 45, 9,9 плюс 45. То есть, это очевидно, что несовместимо со 150 жуками. Значит, мы точно знаем, что в первой банке 10 жуков. Смотрите, мы уже точно знаем, что в первой банке 10 жуков. Мне кажется, что это круто. Теперь вопрос. Что же тогда у нас с последней банкой? В ней должно быть не больше 20 жуков, иначе будет нарушено наше условие. Значит, да, ну и при этом, если бы было 19 жуков, то по-прежнему не получилось бы, что сумма... То есть, если бы... Я утверждаю, что жуков будет ровно 20. Почему? Потому что если бы было... Если бы было меньше 20, то это могло быть только 19, в силу того, что в каждой банке как минимум на один больше, чем в предыдущей. То есть, последней не менее, чем х плюс 9 от первой. То есть, последней не менее 19, если это было бы не 20, то было бы 19. Но тогда они шли бы подряд, и 10х плюс 45 было бы, опять же, 145, а не 150. Значит, тоже доказали. Итак, мы уже доказали, что в первой банке 10, а в последней 20. Теперь мне нужно понять, где происходит скачок на один. То есть, это означает, что ровно один раз здесь был скачок на два. Все скачки на один. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, допустим. Вот. Во всех разах на один и в каком-то месте на два. Только так может быть рассадка. Никаким другим образом мы не получим рассадку, если в последней банке 20, а в первой 10. А мы доказали, что это именно так. Значит, осталось только локализовать этот момент. Но смотрите, так как сумма равна 150, с каждым следующим скачком, да, вот если скачок здесь был бы, то сумма была бы очень большая. Если вот здесь, то наоборот, она была бы очень маленькая. Мы должны понять, в каком месте должен оказаться скачок. Потому что этот скачок все последующие тоже как бы наследуют, да. Будет х, х плюс 1, допустим, х плюс 3, дальше х плюс 4. И каждый следующий как бы идет, уже этот скачок, он переносится все остальные. Размеры тут же скачут тоже на один верх, когда вы посадили в одну из банок на два больше, чем предыдущий. Поэтому нужно сделать так, чтобы вот эти 5 остающихся, да, если бы скачков не было, было бы 145 жуков, а у нас 150. Значит, скачок идет там, где он на 5 сдвигает все. То есть, чтобы после него осталось 5. Чтобы после него осталось 5. 14. Вот. И вот, собственно, тогда это только один вариант. 5 до скачка, 5 после скачка. Сумма вот таких вот чисел как раз равна 150 жуков. И условие 2 тоже соблюдено. И это единственный вариант. Проверяем? Да нет, не надо проверять. Тут по 30 получается 5 раз. Ну и, соответственно, считаем уже теперь мы точно. То есть, мы вывели из всего предыдущего, мы вывели точное распределение жуков по банкам. Оказывается, что условие, что 150 жуков рассажено в 10 банок и в каждый следующий больше, чем в предыдущий, а в первой банке не менее половины от последней, означает то, что в первые 10, во второй 11, третьей 12, в четвертой 13, в пятой 14, в шестой 16, и это ответ к задаче, седьмой 17, восьмой 18, девятый 19, десятый 20. Итак, в шестой банке 16 жуков. Ну все. Ну и по скриптумам к этому листочку одна задачка из неравенства. Съев на пустой... Да, неравенство в задачах. Съев на пустой желудок трех поросят и семерых козлят. Ужас! Ужас охватывает, да? Ужас! Вот такие задачи детям дают. Ты представляешь, детям давать такие задачи. Ну, вы представляете, друзья? Детям дают задачу. Съев на пустой желудок трех поросят и семерых козлят, серый волк все еще страдал от голода. А в другой раз он съел на пустой желудок семь поросят и козленка. И страдал от обжорства. От чего пострадает волк, если съест на пустой желудок одиннадцать козлят? От чего пострадает волк, если съест на пустой желудок одиннадцать козлят? Ну, нажимайте на паузу. Думайте, от чего он пострадает. думайте думайте тут где-то было гениальное да вот тут вот я в ночью сегодня решал готовясь к этому гениальность задача но это другой раз так и так если он съел 11 козлят от чего он пострадает 11к то есть можно утверждать видимо что 11к либо меньше этого либо больше того понимаете да по смысл задача что мы не сможем понять если это между этим и этим мы тогда не сможем понять голоден он или обожрался или вообще сыт и спокойно спит поэтому окажется либо там либо там ну давайте что у нас есть 3p плюс 7k меньше чем 7p плюс к вот вот что мы только знаем пожалуй единственно что мы знаем в этой задачи из этого надо вывести что-то про 11к так ну и чё у нас 6к меньше 4p 3k меньше 2p так то есть поросенок больше чем полтора козленка поросенок больше чем полтора козленка да ну да но если так то в самом деле три поросенка больше чем четыре с половиной козленка а тогда 3 поросенка плюс 7 козлят больше чем 11 с половиной козлят и так как 11 половиной козлят привело голоду то 11 козлят тем более приведет волка голоду этого обжору маткульт пока до новых встреч